Здравствуйте друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте и у себя на видеоблоге виктан.инфо И сегодня необычный выпуск Сегодня я хочу вам рассказать про две акции Две акции, которые будут проводиться от меня лично и от моего магазина виктан.шоп Первая будет естественно интересная Такая, я бы даже сказал, с изюминкой и щепетильная А вторая будет очень серьезная Которая действительно поможет людям с некротическими привязками С кармическими долгами И людям, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему Итак, начнем с первой Сегодня 14 января 2020 года В преддверии 8 марта хочу провести такую акцию от своего магазина Вернее, даже не от магазина, а от себя лично Почему? Потому что в магазине таких вещей не продается Которые я хочу раздарить милым барышням То есть я хочу от своего лица, от лица магазина виктан.шоп Сделать подарки барышням, которые принесут пользу в их жизни И доставят главное, самое главное удовольствие Ведь каждая женщина достойна уважения Достойна счастья и достойного удовольствия Так какие же подарки я действительно хочу раздарить милым дамам Билым барышням Я считаю, что лучшим подарком является тот подарок, который действительно хочется Но без него как-то можно обойтись Когда человек хочет получить это заведомое желание Пускай даже несколько тайное Но оно сопряжено с тем, что не сегодня, а потом когда-нибудь И человек все время отказывает себе в этом приобретении Считает, что это не совсем важно Не такое экстренное и так далее и тому подобное Так вот, к чему я веду? Скажите, что нас может радовать в жизни? Что нам может приносить удовольствие в жизни? Многие из вас перечислят это Еда, быт, семья, деньги, ресурс, дети и так далее и тому подобное И будут абсолютно правы Но это все не доводит нас до оргазма Если учесть то количество одиноких женщин Женщин, которые живут, как был с мужчиной А на самом деле это сосуды мужского ойла В наличии В наличии, понимаете? То есть, к сожалению, да, мы можем констатировать тот факт, что в настоящий момент Очень много семей, которые как бы в наличии есть мужчина и женщина Но на самом деле очень часто мужчины не выполняют свои функции Не как человека, который несет ответственность Не как защитника своей семьи Не как человека, который приносит в свой дом ресурс Не как человека, который корень на свою семью одевает и обеспечивает И даже не как человека, который удовлетворяет свою женщину Поэтому я и мой магазин Диктант Шоп Хотим подарить барышням Не только вещь, которую принесет какую-то пользу В медицинских целях Не только вещь, которую хотят многие и многие А еще ту, которая может принести удовольствие вплоть до оргазма Да, многие уже догадались Это, ну будем называть его красиво Массажер Такой необычный подарок Я представляю, сколько хейтеров Я представляю, сколько людей сейчас смеются над моим предложением Но вы можете, конечно, смеяться Вы можете, конечно, обсуждать Вы можете на меня показывать пальцем Ковыряться в носу и ни хрена при этом не делать А я несу радость в каждый дом По крайней мере, конкретно что-то делаю Итак, перейдем дальше к этой акции, которую я захотел подарить Ну что еще? Понимаете, ну цветы подарить, ну банально Они невозможно переслать Духи, ну на свет и вкус Все фломастеры, как говорится, разные Да, ну что я могу подарить мелым барышням? Что-то из своего магазина, оберег Ну почему я их должен навязывать этими оберегами? Может кто-то не верит в эзотерику Может кто-то не хочет Может у кого-то есть уже охранная Да, какой-то амулет, оберег и так далее и тому подобное Поэтому я считаю, что любая женщина достойна оргазма И любая женщина хочет испытать оргазм Поэтому вот такой хоть пускай маленький, но вклад хочу преподнести милым дамам Итак, что же для этого надо будет? Для этого надо будет Сочинить какой-то стишок Написать какую-то прозу Сделать какую-то вышивку Я не знаю, из листочков украсить на стенке там Виктаншопт Ну что угодно Проявите какое-то любое, любое, абсолютно любое свое внимание В сторону моего магазина И мы вам с радостью подарим такой веселый, скажем так, и классный подарок Я сейчас не буду рассказывать о всех преимуществах О качестве и так далее и тому подобное Поверьте, будет качественный подарок Для тех, кто стесняется, для тех, кто переживает Для тех, кто думает, будут ли опубликованы имена кому и так далее и тому подобное подарил Сразу скажу, нет, не буду не публиковать ничего Вы просто присылайте мне в личные сообщения И я выставляю, допустим, стих Какой-то рассказ, проза Как помогло, отзыв Там, картинку Может, картина нарисована Я не знаю, что это Калаш там и так далее и тому подобное Проявите какое-то внимание насчет магазина И я проявлю внимание к вам Данная акция до 8 марта Вернее, 8 марта включительно Начиная с 9 марта Мы будем отсылать За рубеж Не важно Россия, Зимбабве Соединенные Штаты Америки и так далее и тому подобное Мы будем высылать эти подарки Итак, переходим ко второй части Моей акции Которой я так и сказал, что она будет серьезная Для тех, кто ждет скидок Купонов и так далее и тому подобное От моего магазина Нет, это не будет У нас достаточно работы Я считаю, что скидки На тот товар, который идет Или там еще что-то Это не совсем корректно и красиво Я хочу принести что-то полезное Но также жду Кое-каких полезных вещей от вас Итак, в преддверии проводов Я буду перечислять сейчас все названия Гробков Гробки Поминки Роганицы Могилки еще называют У каждого по-разному Я предлагаю от своего лица От лица своего магазина Виктор Шоп Итак, внимание Человек, который приходит На кладбище Выбирает, внимание Безымянную могилку Которую не убирали И наводит на ней порядок То есть берет рукавички Вообще у меня есть правило посещения кладбища Описано Для тех, кто хочет принять участие Я могу еще повторить данное видео Записать Как правильно приходить на кладбище И правильно убирать Как правильно заходить на кладбище Как приветствовать погоста Откуда начинается кладбище С дальнего левого угла Как правило начинается Правильное кладбище Как заходить туда Как поприветствоваться Как выходить И как откупаться Это не будет колдовством Я не посылаю своих заказчиков Я не посылаю людей, я не посылаю никого туда колдовать. Я считаю, это вредно, это опасно, это не есть хорошо. Хочу послать туда людей для того, чтобы они принесли пользу кладбищу, пользу по ГОСТу и получили для себя тоже выгоду и тоже пользу. Итак, для людей, которые уберут безымянные могилки, отфотографируют их сразу, перед тем, как убрали, потом, позже, сделают некий видеоотчет, видеофотоотчет о проделанной работе, я и мой магазин будем выдавать, отсылать в любую точку мира, вот так правильно сказать, не выдавать, а изготавливать, заговаривать и высылать в любую точку мира, а берег телохранитель. Многие уже заказывали этот оберег и знают, что он чудесным образом работает и как он защищает от магического воздействия, от колдовского воздействия. Поэтому, всем, кто убрал, ну, внимание, могилка должна быть безымянная. Я прекрасно понимаю, что многие, или некоторые, вернее, не многие, не буду наговорить, некоторые, может, возможно, захотят сделать отчет, что пришли, поубирали своих родственников в могилку, и неким таким, будем говорить, хитрым путем получили от меня и от моего магазина, Виктаншоп, данный оберег, амулет. Это будет не совсем правильно. Я говорю вам о безымянной могилке. То есть, это те могилки, которые не убирал никто уже несколько лет. Там, где нет таблички. Как каждый человек хочет дома, чтобы был порядок, так и погост, так и хозяйка кладбища, да, хочет, чтобы у нее на кладбище тоже был порядок. Данной акцией, будем так называть, да, я хочу, чтобы вы помогли не только им, но и себе. Дело в том, что у меня была уже сеть выпусков о подношении, об откупе. Так вот, это своего рода замол, это своего рода подношение. Особенно будет полезно для тех, кто имеет некротическую привязку, к которым снятся умершие, которые имеют беспокойство дома и беспокойство сна. Вы понимаете, о ком я говорю. Поэтому я хочу своими делами не только бла-бла-бла делать, но и реальную приносить пользу. Насколько я знаю, этого не делал еще никто. Я не хочу никого копировать, повторять. Еще раз хочу просто лишь сказать, что делая, вкладывая свой труд, свою энергию в уборку безымянной могилки, вы делаете не мне хорошо, вы делаете и хорошо себе. И еще ко всему же получаете от меня и от моего магазина амулет, оберег, телохранитель. После фотоотчета вы высылаете мне фамилию, имя, отчество, на кого заговорить, оберег, фотографию и дату рождения. Мы изготавливаем оберег, я его заговариваю и отсылаем его вам. Как вам такая акция? У вас помощь идет с двух сторон. Со стороны погоста, со стороны некротики и от меня лично. Поэтому подумайте, приготовьтесь, как правильно заходить на кладбище, как выходить, что там делать. В принципе, уже все есть на моем канале. Ну, понятно, что надо будет купить перчатки, понятно, что надо будет веничек, там, может покрасить оградку и так далее и тому подобное. Хотя я против кладбищенских оград. Уже, как говорится, шумаемо-тумаемо. Пишите в свои комментарии, что думаете по этому поводу. Пишите мне, кто хочет принять участие. Буду рад вам быть полезен. Всего доброго. С вами был Виктан и мой магазин Виктан Шоп. До новых встреч, друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok